Здравствуйте дорогие друзья! Сейчас я расскажу, как очень быстро и точно определить стоимость ремонта квартиры. Особенно полезен данный материал будет тем, кто часто составляет сметы на ремонт помещений. Сколько стоит ремонт квартиры мы будем определять при помощи программы Девсмета. Если вы профессионально занимаетесь ремонтом и составляете сметы каждый день, то программу Девсмета выгоднее купить. Если же вы хотите узнать затраты на ремонт своих помещений, то программу совершенно недорого можно арендовать. В конце ролика я расскажу, как это сделать. Давайте возьмем планировку квартиры и на примере этой планировки я покажу принцип определения стоимости ее ремонта. В первую очередь нужно подготовить вот такую таблицу, в которую заносятся параметры всех помещений. Параметры несложные, длина, ширина, высота, количество и размеры проемов. Таблица заполняется достаточно быстро, от 5 до 10 минут, зависит от квартиры. В описании к видео есть ссылка, по которой вы можете скачать образец файла Excel. Там же есть ссылка на обучающее видео по заполнению параметров. Таблицу со списком параметров можно создать и самостоятельно. Дальше я научу, как это сделать за несколько секунд. Во вторую очередь открываем программу Девсмета. После открытия программы новая смета создается автоматически. Поэтому сразу переходим в форму личной базы расценок. Это осуществляется при помощи кнопки, обведенной красным кружком. Затем нажимаем первую кнопку на панели инструментов. В форме выбора выделяем базу определения стоимости отделочных и ремонтных работ. С наименованием файла Finishing22Prof. И нажимаем кнопку открыть. Форма личной базы разделена на 4 окна. В правом верхнем углу находятся готовые шаблоны смет. Если нажать на шаблон левой кнопкой мыши, то в правом нижнем углу появятся все работы, которые нужны для определения стоимости ремонта комнаты. В столбце объема мы видим красные квадратики. Квадратик говорит о том, что для определения объема работы введена формула. Предположим, что нам нужен косметический ремонт. Новые покрытия потолки натяжные, стены обои, полы ламинат. Приступаем к составлению сметы. Начинаем с кухни. Из таблицы копируем значения параметров кухни в буфер обмена. Открываем программу, выделяем нужный шаблон и открываем его свойства при помощи кнопки с тремя звездочками. Выделяем самую верхнюю ячейку со значениями свойств. Нажимаем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем команду вставить. Все готово к расчету значения объемов работы. Нажимаем на кнопку применить. Программа закрыла форму и, как вы видите, рассчитала объемы работ шаблона. Теперь добавляем весь шаблон в смету при помощи кнопки добавить смету. В правом верхнем углу формы. Открыв главную форму программы, можно посмотреть, что у нас получилось. Весь шаблон вместе с работами и объемами работ уже в смете. Два раза щелкаем на разделе, меняем наименование и набор работ с объемами для определения стоимости ремонта кухни практически готов. Практически, потому что остались мелкие детали, которые нужно проверить. Например, иконка раздела имеет картинку с красной точкой, которая обозначает отсутствие объема в одной или нескольких расценках раздела. Это те работы, для которых у программы не хватило ума самостоятельно рассчитать объем. Значит, нужно ей немножко помочь. Смотрим, что это за работы. Установка уголка для кафельной плитки. Давайте предположим, что по проекту он будет длиной 4 метра. Ставим объем. Теперь поговорим о том, что я имею в виду под фразой набор работ. В каждом регионе разные цены на стоимость работы, на стоимость материалов. Поэтому обязательно нужно уточнить данные параметры. Причем, делается это гораздо проще, чем кажется. Сначала оплата труда. Нажимаем на кнопку с вертикальными голубыми полосками и попадаем в форму, где вы можете установить часовые или месячные ставки, принятые в вашем регионе. После изменения значений и нажатия на кнопку «Применить», смета сразу же будет пересчитана в соответствии с вашими требованиями. Более подробно о работе с этой формой рассказывается в ролике, ссылка на который в правом верхнем углу экрана. Теперь стоимость материалов. Не имеет смысла уточнять стоимость всех материалов. Нужно уточнить стоимость самых важных. Для этого в программе существует специальная форма. Открывается при помощи меню «Сервис» с командой «Отсортированный список ресурсов». Желтым цветом выделены ресурсы, стоимость которых составляет 90% от стоимости всех ресурсов. Для кухни это всего 10 позиций из 30. Прямо в форме меняйте цены и после нажатия на кнопку «Применить» программа сразу пересчитает всю смету с учетом новых цен. Оплату труда можно установить в любой момент составления сметы, хоть в начале, хоть в конце. А вот стоимость материалов нужно отредактировать тогда, когда все помещения добавлены в смету. Теперь по той же технологии, что и с кухней, определяем стоимость остальных комнат. При добавлении последующих шаблонов в смету, программа будет сообщать, что в смете уже присутствует добавляемая расценка. И спросит, хотим ли мы ее добавить еще раз. Нужно отвечать «Да» для всех. Хочу рассказать о последнем и очень важном шаге определения стоимости ремонта квартиры. Чтобы набор работ превратился в настоящую смету, нужно установить накладные расходы и сметную прибыль. По форме накладных расходов есть ролик. Ссылка на него в правом верхнем углу экрана. И статья на сайте, ссылка в описании. Поэтому расскажу только самые основные моменты. В настоящее время программа определяет прямые затраты на ремонт квартиры, так как перед составлением сметы я убрал все лимитированные затраты. И в случае, если вы наняли бригаду, а снабжением, контролем качества и прочими организационными вопросами занимаетесь сами, то прямые затраты – это как раз то, что вам нужно. Единственное, что неплохо было бы еще учесть, это стоимость доставки материалов и вывоз мусора. Вес материалов и мусора программа посчитает. И расценки по этому поводу в базе есть. Никаких сложностей. Если же организационными вопросами занимается прораб, то его оплату труда нужно включить в накладные расходы. Для этого в первую очередь нужно нажать на вот эту стрелочку и установить лимитированные затраты на всю смету. Затем на панели инструментов нажимаем кнопку «Лимитированные затраты». В открывшейся форме устанавливаем галочку напротив накладных расходов. Теперь пару слов о их значении. Первое. В то значение, рекомендованное МДС-33, которое вы увидите перед собой, включено около 60% налогов на оплату труда рабочих при безналичном расчете. Второе. Справа от процентов программа показывает сумму накладных расходов. Вы можете поставить свое значение, программа подберет под него процент. После нажатия кнопки «Ок» форма будет закрыта, а смета пересчитана. Кстати, если в базе не нашлось нужного набора работ, то это решается обычным копированием того шаблона, который уже есть в базе, с внесением в него небольших и простых изменений. Займет 5-10 минут. Ссылка на обучающий ролик в описании к видео. Настало время выполнить два своих обещания. Первое. Как самостоятельно создать таблицу с параметрами в Excel? Переходим в форму личной базы. Открываем любой шаблон. Выделяем всю таблицу с параметрами. Нажимаем правую кнопку и в контекстном меню выбираем команду «Копировать». Активируем Excel и вставляем содержимое буфера обмена. Далее идет обычная работа с таблицей. Второе обещание. Аренда программы. Нужно открыть сайт devsmeta.com, нажать на огромную ссылку «Сметная программа онлайн», на открывшейся странице в разделе «Как получить удаленный доступ к программе» нажать ссылку «Оплата услуги», выбрать срок аренды одни сутки и оплатить. Через 5 минут после оплаты придет письмо. Если не придет, то поищите его в папке SPAN. В письме будет ярлык, инструкция, логин и пароль. Ярлык нужно сохранить на рабочем столе, два раза щелкнуть мышкой, аккуратно ввести логин, пароль и программа открыта. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Более полную информацию о программе вы можете получить на сайте devsmeta.com, ссылка в описании. Желаю всем удачи, до новых встреч на уроках по программе Devsmeta. Продолжение следует...